Впрочем, обобщенным программированием использование шаблонов в языке C++ не ограничивается. Одним из ярких примеров иного подхода к использованию шаблонов в C++ является так называемое метапрограммирование. Задача метапрограммирования, как следует из ее названия, состоит в том, чтобы объяснить компилятору, как необходимо составить, собрать, сформировать интересующую нас программу, не записывая ее исходный код в явном виде. Рассмотрим простой пример применения метапрограммирования, который позаимствовал нами из вводных разделов книги Абрахамса и Гуртового, посвященный, как нетрудно догадаться, метапрограммированию в языке C++. C++, который на сегодняшний день остается языком среднего уровня, гораздо более близким к системным и аппаратным ресурсам, чем многие недавно появившиеся языки объектно-ориентированного программирования, никогда не поддерживал и не поддерживает сегодня двоичную форму записи числовых литералов. В отдельных случаях это может доставлять некоторые неудобства. В качестве способа выхода из такой ситуации, при желании использовать двоичную форму записи, например, для натуральных, то есть целых беззнаковых значений, мы можем использовать структуру binary, точнее говоря, шаблон структуры binary, который представлен на текущем слайде. Данный шаблон имеет один единственный параметр, тип которого определен как беззнаковое длинное целое. Записав соответствующим образом значение десятичными цифрами, мы постараемся интерпретировать его как двоичное. Каким же образом это достигается? Секрет удивительно прост. Известный каждому алгоритму перевода из десятичной системы счисления в двоичную записан в определении данного шаблона структуры. Обратите внимание, что имя шаблона структуры, идентификатор binary, встречается как в ее заголовке, так и в ее теле. Такое положение дел заставляет компилятор, разбирая соответствующий кодовый фрагмент, выполнять некое подобие рекурсивного спуска до тех пор, пока не будет достигнута своеобразная база рекурсий. Базой рекурсии в данном случае выступает конкретизация структуры binary значением ноль. Как только значение параметра n достигнет нуля, мы получим первое конкретное значение статического атрибута структуры value. Оно также будет равно нулю и определено в полной специализации шаблона, так как показано на текущем слайде. Дальнейший процесс можно определить как рекурсивный возврат. Именно в ходе этого возврата мы и получим искомые значения, записанные в своеобразной псевдодвоичной форме. Данный пример является очень простым, можно даже сказать примитивным. Примитивность этого примера обусловлена отсутствием каких-либо механизмов защиты от применения в параметрах шаблонов цифр, отличных от единицы и нуля. Задача, связанная с обеспечением такой защиты, решена в ранее указанной нами работе Абрахамса и Гуртового. Ее дальнейшую проработку мы оставим нашим зрителям в качестве задания на дом. Сами же отметим значимость техники метапрограммирования не только в контексте разработки на языке C++, но и в условиях использования иных современных языков высокого уровня. Аналогично идиоме РАИ для объектно-ориентированного программирования, в обобщенном программировании есть своя наиболее важная идиома. Название самой главной идиомы обобщенного программирования переводится как «неудача при подстановке не есть ошибка». Название этой идиомы говорит само за себя. Действительно, при компиляции обычного кода невозможность произвести подстановку фактических параметров в тот или иной вызов глобальной функции либо метода ведет к прерыванию компиляции. В то же время при поиске шаблонов кандидатов компилятор не прерывает процесс подбора до тех пор, пока в множестве перегруженных вариантов остается хотя бы один. Это дает возможность наиболее гибко конкретизировать шаблоны самого различного вида. Рассмотрим показательный пример, который переведет нас к следующему разряду проблем, которые решаются с помощью обобщенного программирования, а именно к проблемам интроспекции исходного кода. На данном слайде представлен известный и широко распространенный на просторах сети пример интроспекции времени компиляции, записанный на языке C++. Центральным элементом данного упрощенного варианта примера является структура с названием hasTypedefFuBar, точнее шаблон соответствующей структуры. Внутри этой структуры определен ряд объектов, с которыми нам и предстоит разобраться для того, чтобы оценить элегантность и красоту интроспекции исходного кода времени компиляции. Прежде всего, обратим внимание на введенные в пределах области видимости данной структуры два типа синонима. Один тип синоним введен для символьного массива длины 1, второй аналогичный синоним для символьного массива размера 2. Заметим, что с точки зрения синтаксиса языка C++ название типов синонимов, а именно идентификаторы yes и no, находятся как бы внутри определения этого типа. Поскольку ключевое слово care, расположенное левее, и комплект квадратных скобок с указанием количества элементов в таком массиве, расположенные правее, как бы охватывают название этого типа синонима. Но именно в таком виде конструкция TypeDev и должна использоваться в данном контексте. Далее нам предстоит познакомиться с двумя перегруженными методами этой структуры, каждый из которых является функцией с именем test. Функция с именем test, а точнее говоря шаблон этой функции, возвращает либо ссылку на yes, либо ссылку на no, в зависимости от того, какой из двух шаблонов будет выбран для конкретизации. Выбор компилятора в пользу одного или второго варианта перегруженного метода test определяется, как нетрудно догадаться, способностью аргумента удовлетворить те требования, которые предъявляются к соответствующему параметру типу. Это заставляет нас присмотреться к параметрам типов этого метода или шаблона метода более внимательно. Для начала обратимся к тому варианту test, который возвращает ссылку на yes. Вариант метода test, который возвращает ссылку на yes, оформлен как шаблон, имеющий один параметр тип с названием c. Однако, для того, чтобы конкретизация именно этого перегруженного варианта произошла, c должен удовлетворять одному серьезному условию. А именно, в составе test, как внутри области видимости, должен быть определен вложенный тип с названием foobar. Данный метод test принимает указатель на тип c.fobar. Применение указателя позволяет стереть границы между различным физическим наполнением этого типа и не учитывать реальный размер объектов, которые могут иметь экземпляры типа foobar. Таким образом, первый перегруженный вариант test принимает любой тип, внутри которого определен вложенный тип foobar. Второй вариант test принимает единственный анонимный параметр тип. Этот параметр тип необходим нам по структурным соображениям. Дело в том, что сравнивая шаблон метода и конкретный метод, компилятор всегда будет предпочитать конкретный метод, который не определен как шаблон. Для того, чтобы уравнять условия, мы и вводим два равноправных шаблона. При этом второй шаблон test, метод, который возвращает ссылку на no, отличается тем, что принимает любой состав параметров на свой вход. Именно это определяется сигнатурой данного метода. Таким образом, второй вариант test, который возвращает ссылку на no и рассматривается нами сейчас, не накладывает каких-либо ограничений на свои параметры. Он является тем самым запасным вариантом, который и используется в ситуациях, когда подстановка в первый перегруженный метод test, который требует на вход тип с вложенным foobar, окажется невозможной. Рассмотрим, каким же образом, собственно говоря, осуществляется интроспекция времени компиляции. Интроспекция времени компиляции, основанная на применении шаблона структуры has-type-def foobar, строится на анализе статического атрибута value. Значение атрибута value рассчитывается так, как показано на нашем слайде. Значение атрибута value определяется путем сравнения размера массива с типом yes и размера результата, который мог быть возвращен методом test, который будет выбран из двух возможных вариантов конкретизации. На чем же строится логика подстановки? Рассмотрим подробнее. Первое, что мы видим, это попытка вызвать метод test, который получен путем конкретизации шаблона передачи этому шаблону аргумента t. Заметим, что аргумент t является также параметром-типом самого рассматриваемого объекта has-type-def foobar. На вход метода test передается 0. Для того, чтобы тип t мог выступить в качестве аргумента, замещающего параметр c, в его составе должен существовать вложенный тип foobar. Если это условие выполняется, то компилятор предпочитает первый вариант метода test как более специализированный. В том случае, если в составе t не обнаружится объекта с идентификатором foobar в качестве типа, подстановка окажется невозможной и будет выбран второй вариант шаблона метода test. В первом случае, 0 будет интерпретироваться как значение указателя. Во втором случае, 0 будет интерпретироваться как обычное арифметическое значение. Результатом использования такой интроспективной структуры has-type-def foobar является построение конструкций, приведенных в нижней части нашего слайда. В частности, пусть в иллюстративных целях введена структура foobar, внутри которой, среди прочего, определен тип-синоним foobar. В этом случае, анализ статического логического атрибута value для структуры has-type-def foobar, конкретизированной типом foo, мы обнаружим, что это value является истинным. Для других типов, например, стандартных типов языка C++, внутри которых, очевидно, нет никаких типов foobar, значение value окажется ложным. Возвращаясь к вопросам производительности, заметим, что в настоящий момент мы говорим строго о событиях времени компиляции. А стало быть, о каких-либо, даже гипотетических, потерях в эффективности кода на этапе его исполнения не может идти и речи. Интроспекция исходного кода используется гораздо шире, чем можно подумать из этого простого примера. В частности, на таком анализе, или, точнее говоря, самоанализе исходного кода, построена библиотека характеристик типов, которую мы с вами сейчас и обсудим. Библиотека характеристик типов позволяет отвечать на вопросы, касающиеся элементарных атомарных свойств различных типов, как стандартных типов языка C++, так и тех типов, которые введены в рамках нашей программной системы. Среди характеристик типов, которые можно идентифицировать, как события времени компиляции при анализе кода, можно назвать следующие. Является ли тип целым? Является ли тип указателем? Допускает ли конкретный класс инстанцирование путем вызова конструктора по умолчанию? Конечно, это далеко не полный перечень таких характеристик типов, поэтому нам предстоит понять, каким же образом это работает. Заметим, что библиотека характеристик типов является одной из показательных библиотек в составе набора библиотек Boost, показательных как по используемым в ней приемам программирования, так и по уровню сложности. С точки зрения внутренней организации библиотеки характеристик типов, то это одна из довольно простых библиотек семейства Boost. В самом деле она построена как совокупность внутреннеоднородных структур или классов в широком смысле, которые в большинстве случаев наследуют от одного из базовых классов, а именно от структуры FalseType или структуры... В самом деле она построена как совокупность внутреннеоднородных структур или классов в широком смысле, в большинстве случаев наследующих от одной из двух базовых структур, имена которых представлены на текущем слайде. Для того, чтобы разобраться в том, как работает библиотека характеристик типов, приведем два простейших примера. Верхний пример отвечает на вопрос о том, является ли анализируемый тип пустым типом. Вспомните, какую гарантию нам предоставляет идиома невозможность подстановки, не есть ошибка. Перед нами две различных реализации, два определения шаблона структуры Извоид. Структура Извоид общего типа наследует от так называемого ложного типа FalseType. Специализированный вариант этой структуры, которая является полной специализацией и специализирована эта структура типом void, наследует от истинного типа. Принадлежность конкретизированной структуры к той или иной иерархии наследования и является ключом к тому, каким образом используется информация, полученная путем интроспекции кода. Для лучшего понимания этого фрагмента напомним, что компилятор имеет вполне конкретный порядок подстановки кандидатов шаблонов. В частности, приоритет имеет более специализированный шаблон. В данном случае более специализированным является полностью специализированный шаблон Извоид войд. В том случае, если подстановка типа T в этот шаблон окажется невозможной, а она будет невозможной в том случае, если тип T не пуст, то будет выбран шаблон общего вида. Аналогичным образом организован и ответ на вопрос номер 2. Является ли анализируемый тип указательным типом? Здесь в качестве различительного признака выступает возможность подстановки типа T в аргумент T звездочка. Другими словами, возможность явным образом указать на природу данного типа как указателя на свой базовый тип. В том случае, если такая подстановка окажется возможной, специализированный тип будет унаследован от истинного типа. Если такая подстановка окажется невозможной, то есть в общем случае, структура будет наследником ложного типа FalseType. Посмотрим, какой же вид имеют оба этих загадочных пока типа FalseType и TrueType соответственно. Заглянув внутрь библиотеки характеристик типов в составе Boost, мы без труда обнаружим, что оба типа и TrueType и FalseType являются всего лишь синонимами, определяющими более компактное обозначение полностью специализированной структуры на базе шаблона IntegralConstant. Шаблон IntegralConstant является, пожалуй, одним из центральных элементов всей библиотеки характеристик типов. Посмотрите на его немногословное определение и заметьте, как просто можно установить тип самой структуры. А также узнать, какие конкретные значения были переданы в качестве первого и второго аргументов при конкретизации шаблона. В этой простоте и кроется секрет успеха интроспекции времени компиляции. При всей кажущейся сложности постановки этой задачи решение иногда выглядит элементарно. Подводя промежуточные итоги рассмотрения библиотеки характеристик типов, обратим еще раз внимание на одно важное архитектурное обстоятельство. Поскольку специализации шаблонов структур isVoid, isPointer и им подобных имеют особого предка, структуру истинный тип, то в структуре программы выстраиваются две параллельные иерархии. Одна из которых восходит к структуре FalseType, а другая к TrueType. Принадлежность нашего объекта, который является предметом интроспекции к той или иной иерархии, и позволяет решать различные интересные задачи. О том, какие это задачи, мы с вами скоро и поговорим. Но для начала обратим свое внимание на одну проблему, которая решается без использования уже известных нам ложного и истинного типа. А именно, имея тот или иной тип в качестве объекта анализа, попробуем установить, является ли он скаляром или массивом. В случае, если тип является массивом, попытаемся определить базовый тип этого контейнера, то есть тип его отдельного элемента. Решить эту задачу позволяет структура RemoveExtend. Работа, связанная с подстановкой, основана в данном случае на том соображении, что наши шаблоны, не специализированный и специализированный вариант, могут иметь различный состав параметров. Для не специализированного варианта, соответствующего общему случаю и объекту любого скалярного типа T в списке параметров шаблона, фигурирует единственный параметр тип. Для специализированного случая, соответствующего массивам, в качестве параметров шаблона мы видим параметр тип и параметр значения. В том случае, если компилятору удается подобрать такую пару аргумента типа и аргумента значения, которые делают подстановку пары T, N в данный шаблон возможной, мы говорим о типе массива. При этом определить, собственно, базовый тип, то есть тип отдельного элемента, уже не составляет никакой сложности. Очевидно, что при рассмотрении скалярного типа, базовым типом скаляра будет сам этот тип. Но вернемся к обещанным примерам реального использования интроспекции. Для начала покажем, каким образом можно оптимизировать процесс копирования данных. В общем случае, процесс копирования данных сложных составных типов, в первую очередь, если речь идет о классах, предполагает реализацию нетривиальной семантики этого копирования. В отношении экземпляров классов, это означает необходимость вызова операции функции присваивания для каждого из элементов контейнера. Однако для базовых типов, рассмотрение которых не требует перехода от поверхностного к глубинному или глубокому копированию, ситуация может быть сильно упрощена. И более того, сведена к потоковой операции копирования. Копирование, выполняемое в блочном режиме, наиболее эффективно. Но, к сожалению, не годится для отдельных категорий объектов. Развести две эти категории – задача нашей вызывающей функции, реализацию которой мы предложим на следующем слайде. А пока начнем с общего случая. Пусть для копирования объектов необходима поддержка семантики глубинного копирования. В этом случае реализация функции копирования будет во многом напоминать одну из возможных реализаций обобщенного алгоритма копии из библиотеки STL. Первые, используемые в заголовке этой функции параметры, также выполнены нами в STL-стиле. Смысл соответствующих параметров типов I1 и I2 можно выразить следующим образом. В качестве типа I1 можно использовать любой тип, объекты которого допускают разыменование для чтения, но не для записи, сравнение на неравенство, а также префиксный инкремент. Нетрудно догадаться, что к этой категории типов относятся указатели на канонические массивы, а также итераторы, предоставляемые контейнерами STL. В качестве параметра типа I2 может использоваться произвольный тип, который допускает соответственно разыменование на запись. Но не на чтение, а также префиксный инкремент. В большинстве случаев типы эти могут совпадать, но иногда могут быть разными. О глобальной функции копирования в составе библиотеки шаблонов STL мы поговорим с вами позднее. Пока же обратим внимание на ту точку зрения, которую мы избрали относительно данной функции копирования. Речь идет не о конкретных типах данных, которые пригодны или непригодны, которые совместимы или несовместимы с данной реализацией копирования. Речь идет о любых типах, способных предоставить минимально необходимый набор операций. Причем предоставить их в безопасном стиле, с тем, чтобы код, в котором используются эти операции, не потерял в надежности. Наконец, в качестве еще одного параметра данного шаблона функции выступает ссылка на конкретизацию шаблона integral constant из пространства имен boost. То, каким именно образом будет заполнен данный фактический параметр и определяет, будет ли вызван обобщенный или специфический оптимизированный вариант функции копирования. Данная реализация копий имп является общей. Перейдем к рассмотрению специализированной реализации копий имп и вызывающей функции копий. В оптимизированной реализации копий имп мы наблюдаем не только ссылку на явно указанный тип boost TrueType, но и указатели на канонические массивы языка C. Действительно, этот и только этот вид своеобразных итераторов позволяет выполнять копирование в блочном или потоковом режиме. Само копирование, которое на предыдущем слайде имело вид циклической операции, организованной как конструкция while, в данном случае выполняется путем одного обращения к системному сервису memmove. Что же касается вызывающей или диспетчеризирующей функции копий, то она своей сигнатурой максимально напоминает реализацию обобщенного алгоритма копирования в составе библиотеки Stale. Эта функция принимает на вход три итератора. Первые два образуют итераторную пару и маркируют начало и окончание исходного контейнера. Заключительный итератор out маркирует начало результирующего контейнера. Решение о том, какую из двух реализаций функции копирования предпочесть, компилятор предпринимает на основе следующего анализа. В качестве объекта интроспекции рассматривается итератор типа I1. Если тип I1 имеет так называемое тривиальное присваивание, то выбирается простейшая оптимизированная форма, представленная на текущем слайде. В противном случае выбирается общий случай копирования стратегия, построенная на циклическом выполнении глубинного копирования согласно коду, представленному на предыдущем слайде. В качестве инструмента интроспекции применяется характеристика итератора. Возможность, которая реализована не в Boost, а непосредственно в пространстве имен STD. В пространстве имен STD мы обращаемся к шаблону характеристика итератора, конкретизируем его типом I1 и выясняем, какой тип является базовым для данного контейнера. Этот тип мы определяем синонимом ValueType. Затем этот ValueType передается для анализа библиотеки характеристик типов, которую мы с вами и рассматриваем. Обратите внимание на один синтаксический нюанс. Параметром функции CopyImp ни в коем случае не может являться тип. Таковым является экземпляр. И для того, чтобы создать экземпляр того или иного типа, мы вызываем для него конструктор по умолчанию. Именно этим соображением и объясняется заключительный, пустой комплект круглых скобок, который мы видим в последней строке функций. Аналогичным образом можно избавиться от накладных расходов, связанных с вызовом деструкторов для объектов, хранящихся в некотором контейнере. Пусть для простоты контейнер будет определяться не парой итераторов, а парой канонических указателей языка C. В таком случае сигнатура функции будет иметь такой вид, как показано на текущем слайде. Данный вариант реализации соответствует невозможности отказаться от вызова деструкторов класса T. Обратите внимание на последний параметр данной функции, ссылку на объект BoostFalseType. В случае, если вызов деструкторов перестает быть обязательным, функция, реализующая соответствующее действие, становится для эффективности встроенной, Критерий, по которому происходит узнавание соответствующих типов T, связан с тривиальностью деструктора этого класса. Проверка на тривиальность деструктора реализуется, как обычно, путем конкретизации соответствующего шаблона структуры в библиотеке Boost характеристики типов. Как и в предыдущем примере, комплект круглых скобок указывает на создание экземпляра структуры после конкретизации шаблона. Продолжение следует...